Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и это продолжение прохождения аддона Gathering Storm Sidmer Civilization 6 на уровне сложности божество за Турцию. Уровень сложности божество, блин, как-то сложно. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется прямо сейчас, либо есть в описании к этому видео. Ну а мы продолжаем. Я тут со всеми замирился. В общем-то, Скифию вынес, оставил ей один город, который по влиянию сейчас будет отваливаться. Вряд ли Скифы могут его удержать. И дальше в развитии играем. В принципе, подсказали в комментариях по поводу накопления предела, предела накопления стратегических ресурсов. Причем это написано у меня на сайте даже было. Это зависит от зданий в военных лагерях. Вот смотрите, казармы. Предел накопления стратегических ресурсов увеличивается на 10. Оружейные. Предел накопления стратегических ресурсов увеличивается на 10. Так что теперь военные лагеря еще более важны, как мне кажется. Иначе вы рискуете с очень малым количеством юнитов воевать. Вы не сможете все апнуть. Так что, если раньше военные лагеря в основном строились ради генералов, плюс 5 к силе было, то сейчас вот предел накопления стратегических ресурсов очень важная штука. Да, еще ответили, что черепахи всегда появляются на рифах и всегда обрабатываются. Это, конечно, неверно. Я сказал, просто тут уже было обработано рыбацким судом черепахи, поэтому я их не мог обработать. Ладно. Продолжаем. Давайте займемся тут варварами. Ну, в принципе, армия мне уже не нужна, и я бы... Ну, как не нужна? Конечно, понадобится всегда, но я бы пока их рассадил просто по городам, чтобы они были тут в гарнизонах. Есть некоторые карточки, которые дают бонусы за города, в которых... Ну, за гарнизоны. Так что имеет смысл. Так, в ботане сидит этого парня в Стамбул отправим. Потому что Стамбул без янычар, это вообще как-то грустно. Тоже отметили в комментариях, что я как-то все через одно место скауты воюют, а армалетчики занимаются разведкой. Ну, да, вот так получилось. Что поделать? Кстати, не факт, что мы найдем... А, стоп, а что же я считаю-то? На самом деле, мне одной нации достаточно найти. Венгрия, только Венгрию не нашел. Мы же одну уже вынесли, персов. Персов вынесли, поэтому... Их не будет. Тут уже будет не 18 наций, а 17. Так что у меня осталось только венгров найти, и я уверен, что они где-то на моем континенте явно будут. Так, здесь верфь или универ... Давайте универы, так как я прошло плюс 100% к зданиям в научном районе, то надо универы строить. Амания в Урфе заняла. Давайте расти тогда. И я мир с Мали заключил. Так, тут можно пока не расти. Тут и так не растут. И тут не растем. Можно еще одного губерна... Ну, давайте мокшу. Всех нанял. Куда его лучше? В Пасаргады. Еще одну столицу пускай развивает. Ну, давайте в Пасаргады. В Пасаргады. Или в Пасаргады, правильно. Ну, и почему не могу туда проплыть? Что за фигня? Вот так могу. Интересно, все-таки, ацтеки с Финикии будут воевать? Аккад объявляет войну ацтеком. Стал союзником Финикии. Понял. Ай, это нравится, чтобы все чисто было. Вот эта цель, рога, грудь и чресла Буйвола, это, конечно, крутое название. Кстати, надо посмотреть по поводу колониальных налогов, потому что у меня может быть много городов на другом. Сейчас глянем, сколько у меня городов на другом континенте, чем столица. А, нет. Все на одном континенте. У меня только Анкара на другом. Ладно. Блин, ты что, не пройти, что ли? Так, тут я уголь хотел обработать. Перебрасываем все в гарнизоны, сажаем. В гелон давайте. Это военный чар. Так, тут сидит. Тут что? Здесь сколько клеток не обработано у перса. Библиотечка. Все, что в кампусах можно построить, строим, раз у нас такой бонус к строительству в кампусе. Дом собраний, производство и вера. Могу его за веру вообще купить просто. Так и сделаю. Так, водяная мельница. Акведук. Таджимахал. Здесь надо строителей. А вот и уголь пошел. Накапливаться. Хочу уже полностью очертания этого континента увидеть, потом к своему поплыву. Так. Похищаем средства. У нас шпионов. Еще один строится, по-моему, да? Я надеюсь. Да, он достраивается. Следующим ходом будет шпион. Надо глянуть там случайно культурой. Ну, я вообще не видел, чтобы компьютер когда-нибудь культурой нормально играл. А Леонора только что-то... Так. Друзья, а что там так много денег из Стамбула похищают? Большинство городов ацтеков зероастризм. Карди файну ацтекам объявляет. Давайте посмотрим вообще по религии, сколько обращено. Ага, и двигав католицизм 3, обратила Монтезума. Ну, практически все на нашем континенте обращены. В зероастризм. И деревиши крутятся в своих юпочках. Так, а чем отличается? Вот, давайте глянем. А, нет, нету промышленной зоны. Вот в промышленной зоне чем... Вот фабрика, а есть угольная электростанция. То есть я могу построить фабрику. Энергопотребление 2 единицы энергии. А где у меня вообще энергия сейчас? Его сейчас нету, так? А если я угольную электростанцию построю, получу 4 производства. Бонус производства равный производству за соседство района. А, требуется фабрика в любом случае. То есть фабрику в любом случае надо строить сначала. Ладно. Так, кто у нас тут в центре? Вот, трапзон. Давайте сначала в трапзоне купим фабрику. Откуда вот энергию он потребляет, интересно? Сейчас. И универ завершен. Пазар строим. Универ. Так, здание в коммерческом районе построим. О, так тут все-таки дедон... О, тут плакопан падает потихоньку. Ничего себе. Ну... Шахты... Ой, шахты. Фа, фермы. Так. Кто у нас еще тут по науке хорош? Почекуток. Давайте к Почекутоку. А, это только один город увижу. Хорошо. Алиенора. Алиенора мы вообще, по-моему, не видим. А, нет. Ларошель. Во. Отличный город Ларошель. Ну, прикольно, конечно. Карта сгенерировалась. Мне нравится. Так нам такое большое количество наций. Весело играется. Обрабатываем тут ресурс. Я ничего не буду вырубать, потому что, опять же, нет никакого производства. Плохой стартупик. Ну, я теперь понимаю, почему тут скифы так персов выносили. Потому что, откровенно... Ну, конечно, способности у скифов офигительные, но у персов просто нету производства. Ну, как тут можно было? Вот тут только какой-то... Холмы немножко, и все. Я не знаю... Вот если бы скифы напали на меня в начале, а не на перса, в начале игры, выжил бы я вообще, в принципе. Ну, тут влияние уже ставить. Давайте в Кардив. Три посла сделаем. И Антону Нариву. О, классальная присяга. От стыки отбиваются. Отбиваются от стыки. Дальше куда идем? Давайте военную науку. Нам нужно два форта, два пригорода. Две верфи. Ну, верфи, кстати, я достраиваю. Две верфи у меня должно быть. Или нет? Или это гавани были? А, это... Не гавани, в смысле, эти были. Верфи... Верфи надо купить. В Стамбуле. В Стамбуле надо купить. Восемь производства, смотрите, будет. Давайте купим маяк. И сколько верфь будет стоить? 580. Вот следующим ходом купим верфь. Блин, мужики-теры уже появились. Давайте окружим. Тут есть плантации уже? Да, тут плантации везде стоят. Тут полмы. Вырубаем лес. Давайте смотреть вообще. Вот я вам еще не показывал. Уровень СО2. Из-за вырубки лесов. Больше всего едвига. То есть, едвига вырубает леса. Офигительно. И все. Больше никто не вырубает. Кстати. Ну, или оно не считается, почему-то. Не знаю. Ваш вклад в уровень СО2. Моего вклада нет. Только едвига. Короче, из-за едвиги у нас тут проблемы. Ну, я сейчас, ну, не знаю. Сейчас будет угольная электростанция. Наверное, насчет как-то влиять. Вот и дамба. Завершена. Вот. Вот как выглядит дамба. Я так понимаю, если будут какие-то наводнения на этой реке, в каком бы месте это ни было, то... Ну, я... Это на меня никак не повлияет. Так, чудеса тут дорого стоят. Три хода до роста. И я смогу какой-нибудь район построить. Наверное, промышленную зону построить. Поэтому давайте пока строительный. Как раз три хода. О, извержение вулкана. Слабое. Слабое извержение вулкана. Бывают сильные, бывают слабые. И мы можем тут смотреть эту историю. Вот извержение дает... Повышена одной клетки. И одна клетка повреждена. Медвига Мавзолей построила. Кстати, они исправили чудеса эти Мавзолей в Геликарнасе и... Венецианский арсенал. Или опять их банить в сетевой игре надо будет. Посмотрю. Собственные пантеоны надо посмотреть, которые банили. Может, все-таки тоже изменились как-то. Сейчас глянем. Все, что банилось, надо проверить. Во, дефицит энергии. Вот из этого я спрашиваю, откуда... Откуда энергию убрать? Здания и проекты в городе Трапзон могут быть улучшены с помощью двух единиц в горе. Но в городе имеется только ноль единиц. До восстановления энергии, эффективность... А где мне энергию только взять? Сейчас мы проверим. Сначала проверяем чудеса. Венецианский арсенал. Все еще на все города действует. Понятно. Я думаю, что и гелькарнацкий вавзолей можно не проверять. Веденная мельница. Храм Артемиды. Гелия, гелькарнацкий. Гелия от солнца. Хелиус. Нет. А, мавзолей в галлийкарнаце. Вообще, блин. Все великие фотооции. Дважды великие инженеры и дополнительный заряд. понятно это все будет продолжать баниться я так понимаю что и пантеоны тоже никак не изменились где у нас верование бог кузнецы 25 процентов вообще тут можно подумать потому что да она строится но тут есть ограничения по апгрейду теперь так что с богом кузнецы еще можно подумать плюс 1 вера с криком притягивающие выше так и осталось богини урожая да то же самое со стеком так толстой утрачивается это темный век но вообще конечно странно вообще 16 он нарисовано как он как он мог утрачивать лояльность еще сюда рыцаря посадим как бы варвар мне эти караванчики не разграбил давайте глянем с электроэнергией что как я понимаю что у меня было чтобы у меня было электричество мне надо электростанцию построить причем электростанция вот угольная например она дает электричество только от угля в пределах шести клеток а у меня уголь не в шести клетках вот уголь вот и вот то есть здесь строить электроугольную электростанцию нету смысла вообще ее надо строить где-то в этих городах а точнее в гелоне то есть покупаем здесь фабрику для тех устроен но надо будет купить фабрику потом угольную фабрику купить а а и и и и и и Продолжение следует... А что Мидрэсэ Санкарэ дает? Торговые пути, проложенные к этому городу другими державами, приносят им внутренние торговые пути, дают вполне сильно. Два очка. Ну, кстати, интересное чудо. То есть они просят другие державы ко мне прокладывать торговые пути. Это офигительно, конечно. Так, уголь обработан. Уголь обработан. Тут холмы же, да? Значит, вырубаем. Строитель и торговцы. Так, откуда у меня бегают к Ацтеку? Стамбул, Анкара, Пасаргады. Давайте из бурсы в бурсе купим. Мне надо к Ацтеку отправлять, чтобы были очки великих людей больше. О, еще одна научная ГГшка. Нормально. Так. Как раз первый посол есть. Отправляем в Женеву. Раз. Два. Я думал, что у них так много науки у всех? И меняем на плюс два к влиянию. Все остальное оставляем. Венгрия, где ты? Мы тебя ищем, не можем найти. Монумент в городе. Они тут вообще, что ли, нету никаких районов? Ага, давайте вот здесь тогда гавань пока. Потом здесь, когда археологам найдем что-нибудь. Ну, в Трабзоне электростанцию смысла нет устроить. Водяная мельница. Кведук, дамба. А, кстати, а может на этой пустынной клетке? Ну и почему вот я эту клетку не могу передать Трабзону? Или она Трабзону и так принадлежит? Она и так принадлежит, похоже. Тогда почему я на пустынной клетке не могу построить дамбу? Ну ладно. Не могу так не могу. Что поделать? Печально, но... Так, здесь верфь надо купить. Ну ладно, не купить опасно. Или универ. Давайте универ пока у нас идет этот бонус на строительство универов. О, видите, нехватка электричества. Но я так понимаю, что пока нет электричества, фабрика дает плюс два производства. Когда появится электричество, вот здесь я куплю сначала фабрику, потом угольную фабрику. Угля 35 накуплю. Надо, может, мне военные лагеря построить, чтобы больше ресурсов копилось. Опять у меня грузины шелудивым псом называют. Если у меня есть среди зрителей грузины, не знаете почему Тамара так меня не любит? В чем дело? Катастрофическое наводнение. И это, по-моему, в Толстой. Ага. Вау. Так, и что это? Блин, разграбили варвары-торговцы такие. Конченые твари. Хороший торговец. На игрушку. Ну, дополнительный ресурс роскоши. Счастья лишним не бывает. Ммм, универ завершили. Тут нету центра коммерции прям. Ну, давайте вот здесь. Бурса вроде как и нормальный город, а с другой стороны не развит вообще. Тут как-то надо фермы какие-то построить, я думаю. О, опять пошли песни Маури. Да, Витя, плюс два производства так, а при энергии плюс три. Попаем фабрику, электростанция 600 будет стоить. Тоже красненькая. А, тут жилья не хватает. Вот где дамбу надо было делать. Ну, ждем, когда паводок уйдет. Из трапзона и из пасаргат бегают. Ну, пока мне надо купить караваны. Или давайте просто в очередь поставим в Стамбуле. Караван. Караван, потом верфь. Где у меня еще много районов? Тут три района, два, три в Анкаре, три в Конье. Вон, в Бурсе, вот из Бурсы бы я ищу караван. А, это я сейчас и отправлю из Бурсы. Отлично. Побежал из Бурсы. Из Толстой я бы отправил. Из Балха. Что в Балке строится? Ничего не строится. Поэтому тут давайте торговцы. Один ход до возможности строить какой-то район. Поэтому подожду, где промышленный район хорошо встанет. О, что-то у меня тут все открылось. А, мы с Александром. Так. Так. Но я не вижу Венгрии, тем не менее, до сих пор. Вот второй уровень союза с Александром. А так как это военный союз, то открылась общая видимость. У Ботана вообще дебильный стоит. Даже акведук некуда провести, чтобы какие-то бонусы получать. Ну что, везде армии распределены, да? Давайте на защите этих границ встанем. Вдруг Александр решит нападать. В этом позарык не забавится скоро. И скифов больше не будет в игре. Венгрия осуждает Финикию. Венгрия осуждает Финикию. Куда дальше идем? В стандартизацию. И в химию. Аквапарк нормально здесь зайдет. И сделаем. Тут уже будет гавань тогда. Да, нормально тут наводнение. Мне все разрушило нафиг просто. Так, значит, промышленную зону выгодней всего как раз вот тут поставить. Я тут сделаю еще одну шапку. Скажем. Вот тут. Поехали. конечно стоит промышленную зону построить но вот в балхе надо промышленную зону стопудово по саргадах ну конечно мало производства откровенно надо гавань а центр коммерции он где поставил как вот компьютер вот такой центр коммерции ставить блин давайте здесь поставлю центр будет 1 хотя будут от этого угля чуть позже всего надо пойти обработать так все еще дефицит энергии ну и на этом я пожалуй завершаю эту серию очередной раз напоминаю что в комментариях пишите что вы хотите нового увидеть в этом дополнение чтобы я вам показывал но продолжение буду стараться что как можно быстрее вышло спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока спасибо у вас спасибо и и а и и и и Продолжение следует...